привет друзья хочу поделиться своим впечатлением от пройденного марафона возможности себя марафон проводила светлана лаврова и он длился 7 дней участвовала 7 человек всех вместе и так как нас было мало в общем то можно сказать что все было в индивидуальном порядке очень каждый смог прочувствовать все что ему близко и на каждого можно было уделить особое время ну мне очень очень понравился этот марафон я не пожалела ни капельки что я на него пошла и осознанному сразу во первых во время марафона начали приходить какие-то новые осознания понимания я даже не могу сказать что я получила массу информации или что-то такое вовсе нет просто стали приходить понимание информации сейчас полно всюду кругом и в общем то уже мы ей ее переедаем практически но вот именно сознание именно какое-то понятие приходит очень глубокое и вот эти осознания они до сейчас продолжают приходить хотя прошел уже практически месяц после марафона и я хотела давно уже записать это видео но никак не могла собраться с мыслями настроиться правильно чтобы передать все что я прочувствовала вообще на самом деле это трудно объяснить потому что какие-то вот приходят озарения и они просто становятся частью тебя и уже потом сложно их передать кому-то ну вот например очень четко чувствую состояние когда я нахожусь в потоке когда просто через тебя льется что-то ты вообще не думаешь ни о чем говоришь просто и все не задумываясь совершенно пришло понимание о том что как-то внезапно я осознала что еда вот она является просто таким же наркотиком как там кофе спиртное сигареты немножко разное влияние идет но этот тот же наркотик потому что как участвует как влияет кофе на нас почему мы его любим пить потому что тот наш энергетический запас который находится в резерве на всякий пожарный случай чтобы там вдруг у тебе что-то случилось и человек мог использовать свои все физические возможности внезапно а вот этот вот стратегический запас кофе тебе выдает сейчас сразу и как бы и человек после поэтому всегда после этого наступает такой откат и отсутствие энергии потери энергии потому что уже даже из запасов все взято и чем больше кофе тем конечно потом хуже откат вот но люди все равно привыкают и вся эта энергия что у нас накапливается все равно мы ее вот так вот расходуем все энергетики вот это вот все и еда она относится кто мы к тому же в общем-то списку ко всему это все для также вот как алкогольное при принимаем для того чтобы может изменить какое-то внутреннее состояние состояние сознания другое прочувствовать уйти там от каких-то проблем то же самое с едой вот абсолютно поэтому вот кто бросал курить или там завязывал с чем-то отказывался от каких-то продуктов определенных эти люди уже у них есть опыт в этом деле они понимают что да это просто нужно какое-то время для того чтобы настроиться понять это осознать и вот отказаться потом вот у каждого человека есть свои привязки вот у многих например там пирожки с чем-то ассоциируется поэтому еще что-то и благодаря вот этому марафону опять же я слушая других участников слушая светлану я нашла свои привязки тоже ну может не все конечно ну вот основную то что у меня не пищевая такая вот была привязка не то что там мне давай чем-то угощали я чувствовала праздник чувствовала любовь а у меня вот завязано все на на независимости и вот я иду например и скажем так вот сейчас я в италии живу и до этого я никогда не пробовала там фокаччо или там не ела круассаны там капучино там какой-нибудь никогда не ходила ни в какие кафе а вот и тут я приехала в и у меня прямо даже не то что вот я хочу купить а потому что я была долго без денег без твоих я не зарабатывала на себя и мне вот прямо не хватало вот этого вот здесь самостоятельности что я могу вот пойти купить все что я хочу ну и вот это как-то выразилась фокаччи почему-то всяких сладостях всяких там кросса на холода зинах вот и я вот выхожу там допустим из дома у меня если есть деньги мне хочется вот самой самостоятельно пойти ни от кого независимо взять и купить и съесть и я когда вот это делаю я порой хочу ощутить вот что же я получаю это от этого прям вкус такой неземной или что вот чем меня так тянет то на это а вот это вот и я потом поняла что это именно вот это вот проживание какой-то самостоятельности вот и получается что буду вот это открытие она меня очень порадовала теперь я понимаю как с этим работать и что свободу независимости надо в другом месте искать опять же ее можно перед трансформировать перевернуть свободой независимости от еды что я могу не заморачиваться на этом я могу это перевернуть в обратную сторону немножко только надо постараться потому что много в моей момент в жизни было моментов когда я там например я бросала курить и я знала что часто люди в этот момент про правля поправляются сильно потому что заменяют греты едой и я очень вот я бросила курить в один день у меня там получилось так хорошо очень все совпало и я просто контролировала себя работала я в столовой как раз тогда и я себя ну возможности покушать были всегда и если я очень контролировала чтобы не переедать и на первых порах я просто я тогда еще мясо ела и просто я вот съедал например маленький кусочек мяса и что-нибудь из свежего салата капусту какую-нибудь и что-нибудь еще никаких гарниров никаких сладостей я себе не позволяла практически и мне это довольно легко далось потому что на фоне отказа от курения на фоне того что не хотела поправиться удержала это под контролем очень сильно у меня у меня это удалось я на первых порах немножко себя по поограничивала и все потом мне это не нужно было мой организм уже привык что не надо себя что ну как бы мне не хотелось уже потом вот это вот заедать и все нормально получилось у меня и курить бросила и не поправилась вот а сейчас почему-то после сухих дней вот после заходов на сухие дни чем длиннее тем сложнее начинается вот какой-то да зажор какой-то вот вот паника какая-то ну вот раз от раза всегда легче но теперь во всяком случае у меня есть открылись моменты с которыми я работ могу работать и которые мне помогут справиться с этими зажорами справиться с вот этой вот паникой справиться с тем что нет смысла в этом ну вот наверно вот это все что я хотела сказать ну я хочу сказать что я получила конечно мощный мощную поддержку от светланы прямо серьезно это повлияло на меня если бы был как бы у меня выбор да еще раз и пойти или не пойти я бы конечно же пошла на марафон обязательно потому что это было очень ценно для меня продвинулась скажем так то что я искала бы сама какое-то долгое время у меня ушли бы может быть месяцы на это здесь про стало происходить очень быстро прямо феерично и вот до сих пор я нахожусь в этом поле но до сих пор я вот эти вот и ловлю осознание и постоянно думаю об этом вот возвращаясь туда мыслями возвращаясь чувствами именно начинаю прочувствовать себя вот когда у меня эмоции идет когда у меня чувства что стоит за эмоции откуда она пришла какое чувство и и отправила наверх скажем так что в глубине на самом деле этого ли я хочу а еще вот у меня интересное пришло интересное сознание пришло о приоритетах мы говорим расставить приоритеты на самом деле приоритет может быть только один и вот я стала разбирать что значит у меня если оставить что-то одно в моей жизни у меня столько всего важного и вот это и вот это и вот это и вот столько всего важного и а что если я оставлю только одно что-то и я вот отброшу все что это будет и я для себя нашла вот этот приоритет у меня сразу все как бы отвалилась так полегчало на душе Сразу стало так неважно много всего. И вот обозначилось то, что важно. И остальное вообще потеряло какой-то смысл, какое-то значение. И я так себе облегчила жизнь. И вот это вот тоже очень прям вот потрясающе. И я тоже думаю, что это вот под влиянием нашего общения вот этого на марафоне. Я думаю, что это произошло и поэтому тоже. Вот в тот момент как раз. Вот. Поэтому я очень благодарю Светлану и всех девочек, которые участвовали в марафоне. Всех. Очень было приятно познакомиться. Но жизнь такая сейчас интенсивная, что как-то даже не успеваю общаться. Не успеваю уделять людям внимания. Их столько много у меня в общении, в моём кругу, в моём окружении. И так много нужно уделять внимания себе самой, вот в развитии своё. Так что я немножко иногда такая, как это, не обращая внимания там на что-то, не уделяя должного внимания, может быть, окружающим. Вот, ну, ничего, всему своё время. Счастья в жизни прибавилось у меня. Хочу поблагодарить очень всех ещё раз. Вот. И всем пока-пока. Приходите на марафоны к Светлане. Не пожалеете. Ну, да. Спасибо. Спасибо.